На этой неделе все, наверное, видели вот этот сюжет на телеканале ЧГТРК «Грязный», где показывали вот так выглядящих девушек. Их отчитывал муфтий, коров Салах Межиев и начальник ОМВД по городу Грозный Аслан Ирасхан. Их сначала отчитали, туда привезли их родных, близких, потом прямо там на камеры заставили снять эти повязки. После этого отчитали родственников, муфтий отчитал, указали на недопустимость ношения никабов в Чечне. Это якобы у нас противоречит чеченским традициям. Я хочу теперь обратить ваше внимание на одно высказывание муфтия коров, которое он сделал во время отчитывания этих девушек и их родственников. Давайте послушаем. Итак, для тех, кто не владеет чеченским языком, муфтий коров говорит, что в достоверном хадисе, который приведен в сборнике Аль-Бухари, сборник Аль-Бухари – это наиболее достовернейшие хадисы, в этом, говорит, чистейшем хадисе сообщается, что если кто-то в народе уподобляется в внешнем виде, в своей одежде уподобляется другому народу, тем самым обращая на себя внимание членов этого общества, в котором он живет, что они на него обращают внимание и говорят, что это такое, что этот человек творит, удивляет общественность. То в этом случае, говорит, пророк, мир ему и гласение, Аллаха сказал, что этого человека ввергнут в ад, дорогой муфтий коров, предъяви нам, пожалуйста, этот хадис. Ты сказал, что его передают в сборнике Аль-Бухари, что он достоверен. Укажи нам, я теперь говорю, это тебе, говорю всему твоему муфтияту, шахидов, там все подключитесь, укажите нам, пожалуйста, на этот хадис, который приведен в сборнике Аль-Бухари, который является достоверным. И который звучит вот таким образом, что если человек уподобляется другому народу, тем самым обращая на себя внимание этого народа, в котором он живет, то в этом случае пророк сказал, мир ему и гласение Аллаха, что этого человека ввергнут в ад. Укажите нам на этот хадис. Так, ну что, давайте, наверное, начнем с темы никаба. В прошлый четверг у меня не было эфира, я не смог его провести, но за эту неделю с этим никабом произошли некоторые изменения. Нет, конечно же, это не значит, что его разрешили, это не значит, что муфтий собрал этих девушек и сказал, я раскаиваюсь, вы можете все, значит, одевать никабы и свободно ходить. Нет, конечно, такого не было, но тем не менее муфтий дал заднюю. В целом он сменил риторику, он совершенно иначе в конечном итоге заговорил о никабе. То есть, если мы сравним его самое первое выступление, где он этих девушек заставил снять себя никабой, и сравним его с последним его видео, где он уже на арабском языке, на своем ломаном, чабанском, таком арабском языке, он разъясняет для арабов свои высказывания, свои действия, то это совершенно разные, разные два человека, это совершенно разная риторика. И даже, я же, если без слов просто посмотреть на то, как он общается с этими девушками на первом видео, и как он с ними общается на втором, то видно, что чувак дал заднюю. Здесь, там он такой суровый сидит на них, наезжает, что-то руками там размахивает родственников их. На втором видео, он такой по-отсорски. Муфти улыбается с ними, те там в ответ ему улыбаются. В целом, это хороший результат, потому что Муфтий вынужден был столкнуться с очень мощной критикой со стороны вообще исламского сообщества, арабского мира в том числе, со стороны тех людей, с которыми ему так или иначе придется сталкиваться, чье мнение для него небезразлично. Это те люди, которые им нужны, когда они открывают какие-то мечети, там в республике что-то проводят, им нужно, чтобы эти люди приезжали и как-то легитимизировали их мероприятие. Поэтому он вынужден был отступить и сменить эту свою риторику. И самое главное, что та его грубейшая ошибка, где он в самом начале говорил, что типа вот в Сахихе Бухаре пришел такой-то хадис, он, конечно же, никак эту тему не прокомментировал, он не покаялся, не принес покаяния, не сказал я ошибся, ничего не сказал, но это неудивительно для этих кадыровцев, они, в принципе, всегда так ведут, когда они где-то облажаются, они просто делают вид, что ничего не произошло. И в этом они, наверное, берут пример со своих хозяев в Кремле. У них тоже есть такая привычка, когда, например, их какие-нибудь коррумпированные схемы, там загородные, даже заграничные особняки, винные какие-то целые виноградные поля и все прочее выявляются, там выходит мощный фильм у Навального, то они просто предпочитают это никак не комментировать. В общем, то же самое сделал и он здесь. Но что важно, ладно, это он проигнорировал, но он не проигнорировал саму тему с этим никабом, где он в самом начале указывал вообще, что за этот никаб, заношение никаба они попадут чуть ли в ад. И посмотрите, как он разъясняет это для арабов, где он признает, что в этом вопросе разногласие лежит исключительно в обязательности, либо в желательности никаба, то есть уже о запретности он ничего не говорит, ни слова. И, ну, это своеобразная победа. Да, вы можете сейчас, конечно, посмеяться, вы скажете, какая это там, что победа, если победа это была бы, если бы он сказал, там, все, я типа раскаиваюсь, там, одевайте никаба, если девушки ушли бы с этой встречи никаба, но понятно, что нет, конечно, такого не произойдет. Однако то, что человек вынужден оправдываться, вынужден говорить иначе, и вынужден как-то интерпретировать свои прежние слова, это уже победа. Как бы там ни было, он не стал дальше газовать, он не стал стоять на своем. И почему он этого не сделал? Не из-за того, что он такой богобоязненный, хороший человек, что он осознал свои ошибки и, признав их, он как бы указал на правильное мнение, нет. Если бы это было так, он бы сказал, я вот здесь ошибся, но для меня истина открылась, вала Аллаху, я вот поменял свое мнение, теперь оно такое. Он ведь этого не сделал. Понятно, что он свою неприязнь к этому не исправил. Просто он вынужден был пойти на эти уступки, изменить свою риторику, потому что мнение мирового исламского сообщества, оно имеет значение. И то, что он тогда сказал и сделал, это великое противоречие основам нашей религии. Поэтому это очень хорошо, это хорошая новость. Давайте вместе порадуемся. Субтитры создавал DimaTorzok